А ну-ка, тьмём ещё чуть поглубже то же самое. Как вас зовут? Мордехай. Послушайте, Мордехай. Я скажу... А не, не надо говорить! Вы сначала ответьте. Согласны? Теперь послушайте вопрос. Мордехай, вот вы. Как вы появились в мир? Сами по себе, а? Я. Не сам. Это по море Божьей. Вы что, тоже решили лекцию мне испортить? Григорий, послушайте. Слушайте, покой. Вы не хороший кандидат. Григорий, я знаю, вы меня не испортите. Только я вас прошу, без всяких религиозных ответов. Вспомните молодость. Как я появился в Мордехай. Смотрите, вы сели, в пользу мосевителя решили. Я рожусь. И родились. Так было? Не совсем так. Это было вовсе не так. Ни с того, ни с сего. Мы родились. Вас не спросили? Я не родоват, это они, они. Диктатура. Насилие. А ну, может, кто-то другой тут родился сам по себе? Инициаторов не наблюдается тут. Обратите внимание. Ни с того, ни с сего мы родились. И стали жить. Живем. И как странно мы относимся к жизни. Вот когда, не дай Бог, человек умирает, когда горе посещает и уходит близкий, любимый человек, то, как правило, вы услышите прочитание, за что? Почему должны люди умирать? Странно. Никогда не слышал, чтобы спрашивали, за что? Почему люди должны рождаться? И так человек появляется не по своей воле. Без нашего малейшего участия нам подарена жизнь. Григорий, а вот живете, вы по своей воле? По своей, конечно. Весели, задумались, приняли решение, и сердце забилось, легкие задышали. Желудок начал переваривать. Дорогой Григорий, человек может не жить по своей воле, но жить. Какая-то витальная сила оживляет нас. Не спрашивай нашего совета. Вообще непонятно. Вы обратили внимание, ни с того, ни с сего живем. Кто-то завел нас. Закрутилось колесо, жизнь пошла, утром встал, зубы почистил. Побежал на работу, там кто работает, кто не работает. Телефон, еда, телевизор, в постель, встал, зубы. И так каждый день. Вдруг оглянулся, уже смотрит. 62 года стукнуло. Кто-то завел нас. Живем. Привыкли, что как-то само по себе живется. И столько, сколько живется. Внимание на это, увы, не обращаем. А когда обращаем, когда приходится с ней, с жизнью, расставаться. Прошу прощения, Григорий. Вы, может быть, не заметили, но я у вас сейчас стою на мозоли. Тем не менее, потерпите. Вы слышали, древние философы говорят, все люди смертны. Слышали? Это к тому, что это не я, это они. Все из-за философов. Они сказали, что люди смертны. Григорий, а человек хочет умереть? Никто не хочет умирать. Есть исключение из правила. Но люди не хотят умирать. Люди хотят жить. И хотя люди ходят по миру с видом, что они собираются жить вечно, тем не менее, что им приходится? Умирать. Что же получается? Человек рождается не по своей воле, живет не по своей воле, умирает не по своей воле. Что тут происходит? А ведь человек-то полагает, что он хозяин своей судьбы. Кстати, чем более интеллигентный, тем более он полагает, что он хозяин. Не действительно хозяин? Ну, по мелочам. Куда съесть, дечем научиться дерево срубить, реку перекрыть. Но основное, самое дорогое всего, что у него только есть, его жизнь, не он хозяин. Не в его воле. И тем не менее, продолжают кричать. Человек! Это звучит гордо! Это я! Не я. Не я. Кто-то занес нас в этот мир. Кто-то дал нам самый дорогой подарок. Саму жизнь. Несценную жизнь забросил. Я кричит человек! Не я. А кто-то нас оживляет. Вот мы и живем. Дал нам роль. И мы тут же важно засуетились, успех прописали себе, неудачу другим. Живем. Но только не понимаем, для чего. И снова я кричит человек! Это я! Только вошли в роль. Устроились, разбогатели, связи, положения. Бац! И кто-то убрал нас с этой сцены. В конце концов, и на я приходит конец. Червяки съели я. Через два поколения никто, это я, и помнить не будет. Мы не видим. Мы не видим. Человек живет только потому, что вдруг обнаружил себя живущим. И всю эту подаренную ему жизнь, всего себя тратит на то, как прожить, не уделяя внимания вопросу всех вопросов, а для чего ему жизнь вообще. Скажем это еще раз, подчеркнем. И возьмемся, к примеру, за того же Абрашу из Австралии. Представьте себе ось времени. Тысячелетие человеческого существования без Абраши. Бронза, железо, без Абраши. Древний мир, нет Абраши. Средние века, нет Абраши, нет, нет. И вдруг, на каком-то этапе времени, в точке А под названием Роддом, появляется Абраша. Вааа, я тут. Отсюда и дальше Абраша начинает медленно двигаться в точку Б под названием Кладбище. И так быстренько Абраша успел пройти ясли, садик, школу, институт, работа, пенсия. В процессе движения Абраша успел вырасти до метра восьмидесяти, учился, метал, сострадал, заработал, деньги, сидел на диване, любил, смотрел, завидовал, мюхал цветы, наслаждался, загорал, ел, спал, писался, мечтал. Нет Абраши. Прибыл в конечный пункт. И снова жизнь продолжается, но без Абраша. Вопрос. Вот эта бурная жизнь между точкой А и точкой Б, для чего она была ему дана? Для чего нам дается жизнь? А ну послушайте. Послушайте этот парадокс. Если человек родился, чтобы жить, то почему он умирает? А если в конечном итоге умереть, то для чего он должен был родиться? А? А? Продолжение следует...